Клауд это сервис, это экономичность, простота использования, гибкость, масштабируемость и последняя надежность. Представим себе компанию, которая продает сладости. Hello Minsk Java Community. Всем привет, с вами Минская Java Community, меня зовут Дима и сегодня мы с вами поговорим о том, что же такое клауд. Но перед тем, как начинать разговор об этом, давайте запомним одну простую вещь. Клауд это сервис. Каждый из нас пользуется сервисом по доставке еды, сервисом по ремонту автомобилей. Так вот, клауд это такой же сервис. Но что же включает в себя этот сервис? Для ответа на этот вопрос давайте перенесемся в то время, когда разработчики не использовали клауд. Представим себе компанию, которая продает сладости. Для увеличения продаж компания принимает решение создать сайт, через который будут делать заказы наши пользователи. Для этого компания покупала себе физический сервер. Физический сервер это компьютеры или несколько компьютеров, которые обычно связаны друг с другом и установлены в дата-центре. Такой дата-центр состоит из процессоров, оперативной памяти, сетевой платы и жестких дисков и так далее. Физически этот дата-центр будет находиться в офисе у компаний, на этот дата-центр будет установлено наше приложение, настроена сеть между сервером и базой данных, после чего пользователи смогут делать заказ через интернет. Так вот, клауд предоставляет нам все эти физические мощности. Любой клауд-провайдер может предоставить нам оперативную память, жесткие диски, вычислительную мощность процессоров и многое другое. То есть теперь нам не нужно тратить деньги и покупать дорогостоящее оборудование, а просто воспользоваться всем этим как сервис. Практически точно так же, как заказать пиццу, когда мы не хотим покупать продукты и готовить самостоятельно. Теперь давайте посмотрим на слайд, когда компания использует клауд-провайдера. Компания также принимает решение создать сайт, но теперь компания использует клауд-платформу, в которой уже есть вся необходимая инфраструктура, оперативная память, жесткие диски и так далее. То есть на эту клауд-платформу мы устанавливаем наше приложение, после чего пользователи точно так же могут обращаться к нашему приложению и делать заказы. Итак, что же нам нужно запомнить? Клауд – это сервис. Давайте поговорим о некоторых преимуществах использования клауд. Первое – это экономичность. Используя клауд-платформу, мы платим только за ту вычислительную мощность, которую используем. Также в клауде есть некоторые сервисы, которые имеют почасовую оплату, а за некоторые мы будем платить только тогда, когда к ним обращаемся. Простота использования – используя клауд-платформу, мы можем в несколько кликов установить наше приложение, настроить сеть между ним и дать нашим пользователям возможность использовать наше приложение. Гибкость – гибкость является одним из преимуществ клауд-платформ. Используя клауд, мы можем спокойно выбирать оперативную систему, количество оперативной памяти, жестких дисков, вычислительную мощность процессоров и так далее. Масштабируемость – это преимущество, которое позволяет нам масштабировать нашу систему как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения наших серверов. То есть при нагрузке мы будем добавлять определенное количество серверов, а когда эта нагрузка спадет, мы просто удалим эти сервера и больше не будем за них платить. И последняя – надежность. Клауд-провайдеры гарантируют нам высокое качество используемых сервисов. Теперь давайте посмотрим небольшое демо, где мы создадим небольшой сервер, на котором будет крутиться наше приложение. Для нашего демо мы воспользуемся клауд-провайдером от Amazon. Давайте создадим новый сервер нашего приложения. Переходим на EC2. EC2 предоставляет нам создание инстансов. Заходим и нажимаем Launch Instance. Здесь мы можем выбрать оперативную систему. Для нашего демо мы будем использовать Amazon Linux 2. Выбираем этот сервер. Немножко ждем. Теперь мы можем выбрать тип нашего инстанса. Здесь мы можем видеть, сколько оперативной памяти мы хотим, сколько CPU и так далее. Для нашего демо нам хватит микроинстанса. Выбираем его. Переходим дальше по конфигурации. Проматываем. Большинство настройок оставляем как есть. И теперь давайте добавим небольшой скриптик, который и установит нам Apache сервер. Что делает этот скрипт? Мы сначала берем привилегии администратора. Дальше обновляем наш сервер и устанавливаем на него последнее обновление. Дальше мы устанавливаем Apache и включаем его. После чего мы создаем небольшой файлик index.html, в который будет добавлена строчка Hello Minsk Java Community. Нажимаем дальше Add Storage. На этом скрине мы можем выбирать количество дисков. То есть по умолчанию у нас только один рутовый диск. Но как вы видите, мы можем добавить еще один. Можем указать количество памяти на этом диске и так далее. Для нашего примера нам хватит и одного диска. Дальше Add Tag. Давайте добавим один тег, чтобы было нам легче использовать наш инстанс. Здесь мы сделаем mgc instance. Дальше давайте добавим security группы, которые бы позволили нам работать с нашим инстансом. Эта security группа позволяет нам, дает доступ по SSH и по HTTP. Порт 88 и 22. На этом скрине мы просматриваем все сеттинги, которые мы добавили нашему инстансу. Storage, теги и так далее. И нажимаем кнопочку Launch. После чего инстанс стартанул, и у него сейчас статус pending. Давайте немножко подождем, когда статус изменится на running. Так вот, статус нашего инстанса поменялся на running. Давайте теперь перейдем и посмотрим, работает ли наш Apache сервер. Для этого мы выбираем наш public IP. Можем сделать open address. Вспоминаем, что мы давали доступ только по HTTP. Открываем и видим Hello Minsk Java Community. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Оставляйте ваши вопросы в комментариях, и мы постараемся на них ответить. 우리� . Какое статус delegates?